Жертва огня. Один человек погиб при пожаре в Балхаше. Без воды. Прорыв трубы на пересечении улицы Бугалиева-Казбековой спровоцировало отключение холодной воды в квадрате улиц. Один человек погиб при пожаре в Балхаше. Утром около 8 часов на пульт управления пожарно-спасательной станции поступил звонок от соседей, что по адресу микрорайона Мухамеджаново, 32, горит квартира. По прибытию к месту происшествия спасатели проникли на второй этаж по автолестнице. В одной из комнат было установлено горение на общей площади в 10 квадратных метров мебели и вещей. В ходе тушения пожара задействовано 10 человек личного состава, 2 автоцистерны и автолестница. Пожарные ликвидировали огонь 8-42 минуты. В ходе операции было спасено 2 человека. Но не обошлось без жертв. Скончался пожилой мужчина. В настоящее время по факту пожара ведутся следственные действия. Причина пожара устанавливается. Прорыв трубы на пересечении улицы Бугалеева-Казыбековой спровоцировало отключение холодной воды в квадрате улиц Тифулина, Басейтово, Караминдеби и Магильды. В работе по устранению течи на магистральном водопроводе диаметром 300 мм задействованы аварийные бригады и 3 единицы техники. Водоснабжение будет восстановлено к вечеру. Кроме этого, на протяжении двух последних месяцев жители верхних этажей микрорайона Сабитовой домов номер 9, 11 и 13 жалуются на слабый напор питьевой воды. В связи с проблемой специалисты предприятия обследовали около 8 километров водопроводных сетей. О причине и устранении проблемной ситуации рассказал в своем обращении директор Балхашсу Николай Тян. На данный момент предполагаемое место утечки уже обнаружено в районе старого хлебзавода. Работы по восстановлению трубопровода и восстановлению давления в районе этих домов запланированы на 8 февраля. Данные работы будут выполнены в период рабочего времени, то есть будет произведено отключение 1, 2, 3 микрорайона Шашубая. Отключение будет произведено после 9 утра и в течение рабочего дня, то есть до 5-6 вечера водоснабжение будет восстановлено. Проблема тренировочного места для Балхашского хоккейного клуба «Бертыс» разрешена. Напомним, на прошлой неделе в социальной сети спортсмены разместили видео, где тренировки проводили прямо на озере. Причиной такой локации для занятий стали разногласия между управляющим ледяного корта на стадионе «Металлург» Сергеем Лотышем и председателем ассоциации хоккея Валентином Лукьянченко. При прошлой встрече Валентин от лица команды высказал несогласие с условиями нового управляющего, а именно графиком занятий, уборкой и подготовкой ледяной площадки. На выходных обе стороны повторно встретились, но уже с окончательным итогом. Управляющий представил новый график занятий для хоккеистов, который устроил всех. Теперь спортсмены будут заниматься бесплатно на стадионе три раза в будние дни с 10 часов вечера до полуночи. Также команда будет тренировать детей по выходным с 10 до 12 часов дня. В свою очередь в условии договора местная хоккейная команда должна следить за качеством ледяного покрытия для других посетителей. Сегодня один из самых сладких праздников – Международный день десерта. Существует множество рецептов тортов и пирожных, но у каждого есть свой любимый. Это брауни, бонафит, трайфлы, тирамису. Всех их объединяет одно – они созданы для поднятия настроения. Но сегодня отдадим предпочтение торту «Красный бархат». Тонкости приготовления «Красного бархата» хорошо знают кондитеры из Турции. За 25 лет Махмед Даушаглы изысканным десертом угостил не одну сотню сладоежек. Впервые классический рецепт «Красного бархата» появился на территории Соединенных Штатов в конце 19 века. Балхашский мастер готовит этот десерт с авторским добавлением сливок, грецких орехов и шоколада нутеллы. Впервые мой интерес к ладкому появился, когда мне было 18 лет. В то время я был помощником кондитера. Свою первую работу начал в Турции в городе Стамбул. В настоящее время большая часть наших гостей наслаждается десертами и старается вновь прийти и познакомиться с новыми вкусами. Самыми любимыми десертами балхашских посетителей являются десерты Сникерс, Милка, Фонтан, Рейнбоун, Ибица и Рафаэлла. Как бы ни был заманчив кусок торта, не стоит забывать о его вреде. Чрезмерное употребление лакомства может привести к избыточному весу. Почти 40 лет Светлана Вербич помогает сладкоежкам избавиться от последствий частого поедания вкусных углеводов. Специалист, который знает все о здоровом образе жизни и поддержании физической формы. Все мы знаем, что это бомба. Это калории, которые будут обязательно откладываться в жир. Есть такое правило. Одна молекула сахара всегда даст две молекулы жира. Борьбой с сахаром является физическая нагрузка. Значит, чем больше вы двигаетесь, тем больше горит сахара. Сахар горит прежде всего в тренировке. Поэтому, как нужно распорядиться десертом? Если вы очень любите сладкое, нужно обязательно это сладкое съесть до тренировки. Правило приема десерта это только первая половина дня. Вторая половина дня, так как уменьшается метаболизм, вот в 5 часов вечера все процессы замедляются. И еще вам совет. Десерт никогда не запивайте. Чем больше вы будете пить, тем больше вы будете есть этого десерта. Научитесь перед десертом скушать несколько ложек отрубей. Отруби обязательно погасят негативную реакцию сахара.